За отчет, не за отчет. Не вот в зачетку губернатору горожане ставят крупным шрифтом. На плакатах вопросы, почему растет госдолг области, а уральским городам лучше не живется. Вот только под возгласы недовольных под окнами Куйбышев зачитывает совсем другое парадное выступление, которое депутаты окрестили ритуальным. По бумажке не только доклад, но даже ответы на заготовленные ранее вопросы. Импровизировать получается с трудом. К примеру, на реплику, а где деньги на метро? Для многих депутатов, не только депутатов, будет понятным, когда, знаете, бывают случаи, когда в ресторан люди пришли, один пригласил других, те пришли на халяву, попили, поели, погуляли, а потом еще морду набили, который платил за это все. Ну, какое здесь метро будет, понятно? Поэтому я думаю, что здесь надо жить в мире. Вот только такой мир хуже доброй войны. Ее глава региона города объявляет едва ли неофициально. Властям Екатеринбурга он, кажется, припомнил все. Так, отвечая, почему срезали финансирование программы столица, Куйбышев беззастенчиво признается за проигранное кандидатом от области силеным выборы. За кандидата, который представлял программу столица, проголосовало 30%. И на это нас тоже натолкнуло, на определенные мысли по изменению подходов. На определенные мысли о том, зачем сегодня пожаловал в зал губернатор, наталкивает и второй акт политического спектакля «Область против города». Бизан сцена. Справедливо Рос подносит губернатору выражение народного гнева. Подписи, собранные с митингующих, труд которых оплатили. Евгений Владимирович покупку забрал. И сеть менеджером Екатеринбурга обещал разобраться в лучших советских традициях. Заодно и впервые обозначил истинную цель политической постановки. Я обязательно обращусь к коллегам с полицовета партии «Единая Россия», для того, чтобы мы рассмотрели все претензии. Тем более претензии есть не только по партийной линии. Есть претензии и по формированию бюджета. Именно бюджет Екатеринбурга и стал спорной территорией для города и области. Журналистам стало известно, что Евгений Куйвашев сделал в главе администрации Екатеринбурга грабительское предложение. Сделать Екатеринбург дотационным городом, дотационной территорией. И второе предложение – это ряд кадровых изменений. Едва ли этот дотационный принцип способен не то что дать какой-то импульс, а даже сохранить ту динамику, которая есть сегодня. Это означает, что в планах губернатора лишить Екатеринбург самостоятельности, возможности развиваться и распоряжаться деньгами. Тратить их область будет по своему усмотрению. Парадокс в том, что никаких объективных причин для такой воинственности нет. Екатеринбург не банкрот, а наоборот город-донор, который кормит область. Власти Екатеринбурга на это не пошли. Отсюда и нападки губернатора на сети менеджера Якоба. При этом, отвечая на прямой вопрос об ультиматуме, Куйвашев явно лукавит. Я никаких ультиматумов не ставил. Это люди, я обещал разобраться с теми претензиями, которые митингующие, и не только митингующие, я говорю многочисленные, тысячные обращения. Только о каком народном требовании идет речь, если разговор Куйвашева Якоба состоялся в среду накануне митинга? Да и объективность лозунгов весьма сомнительна. Бабушек собирали на площади за деньги. Гражданскую позицию оценили дешево. 200 рублей за душу. Ставки они обычные, сколько? Час? Двести, да? Как на выборах. А деньги здесь будут раздавать? Нет. А я не знаю, в какой записывались. Сегодня видели. Так что против кого они пришли дружить, ни оплаченные пенсионерки, ни парни с рабочих окраин не понимали. Ничего мы не правы. Мы пришли на митинг слушать и поддержать. За кого? За кого будут говорить. Против. Против чего митингуете? Против диктатуры. Силена. Однако сегодня губернатор дал понять, то ли для выяснения отношений, то ли ради контроля над Екатеринбургом он намерен задействовать административно-партийный ресурс. Я думаю, администрацию города ждут опять тяжелые времена. Вот именно прокурорские проверки, проверки правоохранительных органов. Это впервые, кстати, когда губернатор озвучил, что он будет обращаться в полицсовет Единой России и по партийной линии будут давить и на депутатов, и на администрацию города. А вот услышать другие мнения губернатор не захотел. Мимо тех, кто не согласен с его политикой, Куйвашев не пошел, а удалился через черный ход. Теперь интересно, какой ход будет в следующем. Дарья Дементьева, Влад Кулупаев, Новости 41-го канала.